Доброе утро, уважаемые коллеги! Мой доклад посвящен амбулаторной иммунотерапии и чекпоинт-ингибиторами. Что же нужно знать врачу-онкологу и уметь врачу-онкологу? Врачу-онкологу надо знать препараты, которые могут использоваться у нас в России. Это эпилеумаб, премиланомия, пембролизумаб, меланомия, мелкоклеточный рак легкого, плоскоклеточный рак головы и шеи, уритериальный рак, лимфома, хочкина, рак желудка. Это неволумаб, меланомия, рак почки, немилкоклеточный рак легкого, уритериальный рак, лимфома, хочкина. Также комбинация неволумаб и пемилюмаб, петерзелюмаб, немилкоклеточный рак легкого и уритериальный рак. Из новых показаний в 2018 году хотелось бы отметить для неволумаба адъюантная терапия меланомы с поражением лимфатических узлов и метастазов после хирургического лечения, монотерапия гепатоцеллюлярного рака после терапии с арафинибом и монотерапия метастатического колоректального рака с высоким уровнем микросателитной нестабильности и дефицитом репараций, ошибок репликации ДНК. После стандартной химиотерапии на основе фторпирамидинов, аксолеплатины и ринтикана. Новые показания в 2018 году для препарата пембролизумаб, немилкоклеточный и неплоскоклеточный рак легкого в комбинации с химиотерапией в первой линии терапии, рак головой и шеи рецидивирующий метастатический плоскоклеточный рак, после химиотерапии препаратами платины. Лимфомо-хочкино-рефторпирная форма после трёх линий системной лекарственной терапии и более ротелиальная карцинома, местно распространённые метастатические формы, если химиотерапия недоступна или произошло прогрессированное заболевание на фоне препаратов платины. Опухоль желудка, рак желудка, местно распространённая метастатическая аденокарцинома, желудка и желудочно-пищеводного соединения с экспрессией PD-L1 на фоне прогрессирования заболеваний после двух линий стандартного лечения в тороперимединах, платинно-содержащих химиотерапии и таргетной терапии. Спектр обследования необходим, минимальный спектр обследования необходим для проведения иммунотерапии в амбулаторных условиях. Это физикальное обследование, клинические и биохимические анализы крови, свободные Т3, Т4, ТТГ, электрокардиография, контрольное обследование для оценки статуса оплевых очагов, ЛДГ при меланоме. Стоит отметить, что при появлении отклонений до начала терапии необходима консультация профильным специалистам с целью дальнейшей адекватной дифференциальной диагностики с иммунопосредственными нежелательными явлениями, о которых я останавливаюсь чуть позже. Хотелось бы обратить внимание на принципы введения данных препаратов. Я свой доклад делал на основе полученного опыта амбулаторного приема пациентов из регионов. Нужно сказать, что препараты чекпоинт-ингибитов стали поступать в регион, они там появились, препараты вводятся. Хотелось бы обратить внимание на такие практические моменты. Препараты можно вводить и нужно вводить амбулаторно. Необходимо присутствие у врача во время инфузии. Препараты не требуют при медикации. Препараты разводятся 0,9% раствором натри-хлор. Среднее введение препарата 60 минут. Препарат вводится через систему с фильтром 0,2 микрон. Дозы препаратов не редуцируются. Общие, абсолютные противопоказания для терапии – это детский возраст до 18 лет, кроме эпилемумаба, он разрешен с 12 лет, гиперчувствительность к компонентам препарата, беременность в период лактации. Теперь бы хотелось обратить внимание на осложнения. Данная группа препаратов считаю это очень важным аспектом, так как осложнения, иммунопосредственные нежелательные явления отличаются от осложнений, которые возникают при стандартной химиотерапии. Они могут возникать в любом временном промежутке времени. На этой диаграмме я попытался показать частоту возникновения нежелательных явлений по локализациям и по группе препаратов. Ну, остановлюсь на самых частых из них. Это кожная токсичность в виде зуда, сыпи, псориаза, витилига, лекарственные реакции с изназиномфилией, дресс-синдром, синдром Стивена Джонсона, джонсона, извините, токсический эпидермальный некролиз. Со стороны желудочно-кишечного тракта колит, элит, панкреатит и гастрит, это респираторный, пневмонит, токсичная болезнь легких, плеврит, саркоидный гранульматоз. На данном слайде я отразил алгоритм терапии иммунопосредственных желательных явлений со стороны кожи. Хотел этим слайдом показать то, что данные по алгоритму, выявлению, стадированию иммунопосредственных нежелательных явлений, они есть, они есть на нашем российском портале русском, вот эти данные 2018 года. Они разрабатываются фирмами в виде рекомендаций, в виде мобильных приложений, они доступны абсолютно для врачей, остается только желание их найти и вникнуть. И вот я хотел бы еще остановиться на условиях безопасного проведения иммунотерапии в амбулаторных условиях. Конечно, это первым делом это мультисциплинарная команда. Помимо врача-химиотерапевта, который непосредственно производит введение препарата, его назначение, необходим грамотный штат специалистов. Это специалисты узкого профиля должны быть знакомы с механизмом действия. Этих препаратов, они должны быть знакомы с именно нежелательными явлениями, чтобы была адекватная диагностика между иммунопосредственным нежелательным явлением или это сопутствующая какая-то патология. Крайне важно это информирование пациента до начала терапии о том, какие могут быть осложнения, какие симптомы этих осложнений. Крайне важно быть в полном контакте с этим пациентом, объяснить ему необходимость своевременного сообщения о возникновении симптомов нежелательных явлений, потому что напрямую связано время реагирования на то нежелательное явление с эффектом его оккупирования и продолжительностью. Мониторинг пациента. Даже если мы оккупировали нежелательные явления, мы продолжили терапию чекпоинт-ингибиторами, в течение трёх месяцев, даже после завершения последнего ведения иммунотерапии, мы должны наблюдать за пациентом, мы должны с ним связываться, потому что иммунопосредственные нежелательные явления могут возникнуть вновь, могут возникнуть с новой силой, и за пациентом нужно наблюдать. И крайне важным моментом является возможность госпитализации при возникновении нежелательных явлений третьей-четвёртой степени в профильный стационар. В тот стационар, где врачи знают, что такое чекпоинт-ингибиторы, знают, как их лечить, знают протоколы лечения. Ну, если уже случился тот факт, что пациент уехал по скорой помощи в обычный городской стационар, лечащему врачу необходимо связываться с врачами данного стационара с целью посвящения их в специфику данной терапии и обсуждения, в общем, обсуждения лечебной тактики. Спасибо за внимание. Продолжение следует...